Здравствуйте! В эфире Оперативная студия и с вами я, ее ведущая Айнур Ибраева. За два дня задержаны 10 уголовных преступников. Сотрудники подразделений криминальной полиции работали в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Оперативниками проведен ряд специальных отработок, в результате которых установлено местонахождение 10 уголовных преступников и 3 без вести пропавших. Стоит отметить, что пятеро из них находились в межгосударственном розыске и в разное время совершили преступления на территории соседнего государства. К примеру, в городе Кокшитау полицейскими установлен 26-летний мужчина, разыскиваемый у МВД России по городу Омск за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. В розыске гражданин Казахстана находился на протяжении пяти лет. Также в областном центре задержан еще один уголовный преступник. Это 55-летний гражданин республики Казахстан, который значился в розыске у МВД России по городу Екатеринбург за совершение мошенничества в особо крупном размере. Вор задержан Кокшитау по горячим следам о преступлении в полицию, сообщила бдительная окмольника, ставшая невольным свидетелем преступления. По словам звонившей, неизвестный мужчина пробрался в дом по соседству и совершает хищение чужого имущества. Для достоверности женщина успела снять кражу на свой сотовый телефон. По приезду на место происшествия полицейскими была изучена видеозапись. В объектив камеры, кроме самого злоумышленника, попала автомашина, на которой он успел скрыться. При проведении дальнейших поисковых мероприятий данный автомобиль остановлен при въезде в дачный поселок. Однако при осмотре никаких похищенных вещей в нем не оказалось. Как выяснилось позже, мужчина успел их продать в настоящее время на причастность. К хищению проверяется 46-летний пассажир авто. Ущерб составил 720 тысяч тенге. На период следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания. Разбил стекло камнем дерзкий вор попал в объектив камеры в одном из магазинов Кокшитау. Так ночью неизвестный проник в помещение и украл деньги и 53 электронные сигареты. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге. Стражи порядка выявили 26 следов рук, один след обуви. Кроме того, просмотрена запись камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что магазин должен быть на особом контроле, он не был оснащен сигнализацией. Установлен 41-летний местный житель, ранее судимый. По словам мужчины, он был пьян и не понимал, какие действия совершает. Следствие продолжается. Пресечено около 500 нелегальных перевозок. Напомним, что вот уже пять месяцев сотрудниками управления местной полицейской службы и административной полиции на территории области в усиленном режиме проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». За данный период пресечено 4,5 тысяч правонарушений, допущенных водителями, осуществляющими транспортные перевозки. 467 из них – нелегальные перевозки пассажиров, в том числе два факта в алкогольном состоянии и один факт наркотического опьянения. Полицейские обращаются к гражданам, нанимающим частный извоз, быть предельно внимательными и осторожными и призывают всех водителей, для которых частный извоз является средством заработка, трудоустраиваться официально. Это поможет защитить интересы как перевозчиков, так и их пассажиров. Сотрудниками ювенальной полиции выявлены многочисленные правонарушения на территории области, проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие подросток, полицейские совместно с представителями органов образования, здравоохранения местных исполнительных органов и общественности вышли на рейды. В результате трехдневных отработок выявлено 179 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 145 из которых находились в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Также установили 24 подростка, совершивших мелкое хулиганство, 9 распивающих алкоголь. В частности, при патрулировании в городе Кокшетау полицейскими остановлены двое несовершеннолетних, у которых при себе были обнаружены ножи, кроме того, посещенные по месту жительства 556 неблагополучных родителей и 337 юных нарушителей, состоявших на учетах органов полиции. Также стражи порядка поставили на профилактический учет 56 несовершеннолетних лиц, склонных к правонарушениям и 46 неблагополучных родителя. Поместили в Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, троих детей и четверых медицинские учреждения. Житель региона потерялся и провел в поле 15 дней. Все это время полицейские и волонтеры проводили поисковые мероприятия, а родные надеялись на его возвращение. Заявление о безвестном исчезновении 36-летнего жителя аула Жибегжолы Аршалынского района поступило в местный отдел полиции. По словам женщины, днем ранее сын, страдающий психическим заболеванием, вышел из дома в неизвестном направлении, но так и не вернулся. Обеспокоенная мать сообщила, что из-за болезни мужчина может быть дезориентирован. Для установления местонахождения без вести пропавшего сотрудники полиции провели и первичные оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители проверяли ближайшие лесные массивы и водоемы. В результате пропавший найден в поле на расстоянии около 20 километров от ближайшего поселка Булахсай. Предварительно установлено, что все эти дни мужчина находился в степи и не мог найти дорогу к дому. В настоящее время его состояние удовлетворительное, он передан родным. В данный момент мы находимся в центре кинологической службы, где наряду с офицерами несут службу их четырехногие товарищи. В сегодняшней выпуске мы познакомимся с их ежедневными тренировками. Кинология – это целая наука, в которую входят несколько направлений. Это ветеринарная подготовка, адрология, наука о запахах, теория и методика дрессировки, практическая подготовка по дрессировке служебно-розыскных собак. Кинологическая служба органов внутренних дел предназначена для организации использования специально подготовленных служебных собак, как одного из средств, применяемого в деле предотвращения и раскрытия преступлений, розыска и задержания преступников. Работа по применению служебных собак ведется в нескольких направлениях. Это розыск преступников по запаховому следу, поиск наркотических средств, взрывчатых веществ, адрологическая выработка, а также патрулирование по охране общественного порядка. В Центре кинологической службы содержатся 22 служебно-розыскные собаки. Из них для работы по следу 6, по поиску наркотических средств 5, по отысканию взрывчатых веществ 2, по адрологической идентификации 4, по штурмовой работе 1, по патрульно-постовой работе 4. Можете, пожалуйста, рассказать нам о ваших служебных собаках? Да, вот у нас с района кинолог приехал на обучение со служебной розыскной собакой по кличке Багира. Это бельгийская овчарка. С помощью нее было раскрыто за текущий год 34 преступления и на данный момент 3 года. Так, а это что за собака? Это у нас немецкая овчарка по кличке Бэма. За текущий год с помощью нее было раскрыто 24 преступления и на данный момент 3,5 года. Я в органах внутренних дел с 2015 года на должности младшего инспектора кинолога был в Байзевском районе Жамбулской области. В дальнейшем перевелся в Акмолинскую область, в город Кокштал, потому что на офицерскую должность. С детства, с детства нравятся собаки. У меня образование ветеринар. Имеются на данный момент 3 сертификата. Это по взрывчатым веществам, по наркотическим и по следовой работе. Это служебная собака по кличке Рекс. Она предназначена для поиска и обнаружения наркотических средств. Сейчас кинолог продемонстрирует нам, как она справляется со своей поставленной задачей. На постоянной основе осуществляется проверка служебных собак на готовность применения в оперативных ситуациях. Практикуются выездные тренировки с целью максимально приблизить практические занятия к условиям реального применения служебно-разыскных собак в оперативно-разыскных мероприятиях. Для повышения профессионального уровня специалистов-кинологов на базе кинологического центра проходит обучение сотрудники районных подразделений. По составленному расписанию проводятся теоретические и практические занятия, где им даются базовые знания. «Это моя служебная собака по кличке Бэма. В кинологической службе со мной с самого начала. С тех пор совместно раскрыли немало преступлений. Она предназначена для работы по следу». В обучении и первоначальной подготовке молодых сотрудников помогают опытные инспекторы-кинологи, передают им свой опыт в тактике и дрессировке служебных собак. Такие, как старший инспектор-кинолог, капитан полиции Наруан Янсибаев, который имеет опыт в кинологии более 23 лет. «Для получения положительного результата одним из первых на место происшествия прибывает кинолог со служебной ростной собакой, где по горячим следам раскрывает данное преступление. В кучу периода в составе следственно-оперативной группы с помощью служебно-ростных собак раскрыто 199 преступлений». «Наш сегодняшний выпуск был посвящен кинологической службе, где наряду с сотрудниками полиции несут службу их четыреногие напарники». «Наш сегодняшний выпуск был посвящен кинологической службе, где на Комп Pure Bang» «Наш сегодняшний выпуск был посвящен кинологской службе, где наружу службе и не сходили с DCT». Продолжение следует...